Класс, спасибо. Я рад снова быть в МГИМО. Я рад сегодня вам представить вторую лекцию в рамках наших встреч о работе аналитиков и инвестиционном банкинге в частности. Для тех, кто не присутствовал на первой встрече, меня зовут Тулинов Юрий, я возглавляю аналитическое управление в Росбанке. И если первая лекция, которая была в МГИМО две недели назад, она была достаточно вводной, сегодня будет лекция достаточно прикладной о том, как анализировать корпоративную отчетность, как анализировать корпоративную облигацию. Мы с вами попробуем себя сегодня в разных ролях, в роли аналитика, в роли инвестора. Какой у нас сегодня план? Сначала мы обсудим, как работает отчетность и как правильно отчетность анализировать. Потом применительно к финансовой устойчивости компании или к тому, что называют кредитному качеству, какие бывают важные вещи, кроме отчетности, на которые нужно обращать внимание. Потом мы с вами попробуем себя в роли инвесторов и, наконец, попробуем это все соотнести с деятельностью аналитика, с работой аналитика и какие-то сделать общие для нас с вами выводы. Многие из вас, когда пойдут, если пойдут по аналитической стезе, они, скорее всего, предпочтут работу с акциями. Так уж повелось, что аналитика по акциям считается более интересной, более денежной, чем аналитика по облигациям. Но даже если так произойдет, то все равно информация по облигациям будет вам полезна, потому что сами аналитики по акциям часто бандовой частью пренебрегают, а там, на самом деле, есть много чего ценного. Наконец, как и на первой лекции, я призываю вас очень активно участвовать, потому что для тех, кто будет активно участвовать, есть самые разные прикольные бенефиты. Учитывая, что собралась очень разная, как и на первой лекции, публика, у меня для начала к вам вопрос. Вот, допустим, перед вами положили финансовую отчетность компании, которая по толщине, там, может быть, 50 листов, может быть, 15, может быть, 100 листов. И вас попросили рассчитать какие-нибудь финансовые коэффициенты для того, чтобы понять, эта компания устойчива или нет. Знаете ли вы уже сейчас какие-то коэффициенты финансовые, которые можно рассчитать из этой отчетности? И беда, отлично. Что еще? NPV и RR. Ну, это больше для конкретных проектов, скорее, ну, допустим. Леверидж. Рентабельность. PE. PE. Зависимость кого от чего? Финансовую зависимость. Кого от чего? В смысле, я имею в виду структуру активов, посмотреть структуру капитала, где я имею в виду собственного заемного. Хорошо, понял. Кредитоспособность. Кредитоспособность. Вы имеете в виду какой конкретный индикатор? Вообще, вот, может ли компания продичь, но компания для того, чтобы расти, они будут зайти, привлекают дополнительные инвестиции. И сможет ли эта компания в будущем, и потом покрывать. Угу. Хорошо. Какой показатель еще раз? NetDatibida. Отлично. Вы много назвали показателей, и некоторые из этих показателей мы будем сегодня о дальнейшем упоминать в части лекции. Но, на самом деле, до того, как вы начали эти показатели рассчитывать из этой вот стостраничной отчетности, скорее всего, для начала вам придется эту отчетность чуть-чуть скорректировать. Почему ее нужно скорректировать? Не потому, что компания пытается вас обмануть или инвестиционное сообщество обмануть, а просто потому, что есть вещи, которые одним образом отражаются с точки зрения бухгалтерского учета, а с аналитической точки зрения они могут нести под собой совершенно другую природу. Ну и плюс, например, если компания рапортует по МСФО, по USGAP, по российским стандартам, там могут быть существенные отличия, если вы будете сравнивать разные компании, вам это нужно привести к общему знаменателю. Когда я вспоминаю свой опыт первоначальной работы с финансовой отчетностью, мне это в чем-то напоминает, если так можно сравнить, первое свидание. Почему первое свидание? Потому что в чем-то, скорее всего, некоторые вещи будут приукрашены по сравнению с истинным положением дел. Более того, чем дольше будешь знакомиться с отчетностью, чем больше будешь знакомиться с компанией, тем больше будешь открывать для себя каких-то новых сторон. Какие корректировки мне чаще всего доводилось делать? Опять же, это не будет исчерпывающий список. Я вам потом скажу литературу, где вы сможете найти намного больший объем корректировок, которые, может быть, придется вносить в финансовую отчетность. Во-первых, когда вы работаете с отчетностью, отчетность вам предоставляет компания. Если компания вам предоставила консолидированную отчетность по международным стандартам, это прекрасно. Но бывает так, что компания вам представила отчетность по российским стандартам. Бывает так, что компания вам представила вообще какую-то собственную управленческую отчетность, которая не прошла никакой аудит. Тогда для такой отчетности нужно делать консолидацию. То есть нужно посмотреть, у вас есть головная компания, у вас есть дочерние компании, у вас есть какие-нибудь специальные SPV, на которых может быть выпущен долг. Вам это все нужно объединить под одним юридическим лицом, чтобы смотреть на компанию в целостности, а не на то конкретное юридическое лицо, к которому может относиться управленческая отчетность. Во-вторых, если мы говорим, опять же, о кредитном качестве финансовой устойчивости компании, разумеется, нужно смотреть на долг. И с точки зрения долга можно делать очень много корректировок. Я обращу внимание на ключевые. Во-первых, размер долга. Например, у нас есть, если вы идете по статьям баланса, у вас есть обычно отдельно задолженность по кредитам, отдельно задолженность по облигациям, отдельно задолженность по финансовому лизингу, а есть еще, например, аренда или операционный лизинг, он вообще у многих компаний вынесен за баланс. По сути, все, что имеет характеристики долга, все, что имеет характеристики обязательств, которые должны исполняться, и по которым идет процентные ставки, оно должно объединяться в общую кучу, для того, чтобы вы потом различные долговые коэффициенты могли рассчитать. С 2019 года будет некоторое изменение стандартов международных, после которого операционная аренда, она будет отражена на балансе. Но это означает, что, например, если вы будете соотносить отчетность, которая опубликована в 2019-2020 году, с отчетностью, которая была опубликована в 2017-2018 году, то для цели сопоставимости вам самим придется операционную аренду добавлять обратно. Наконец, если... Что еще может включаться в долг? Например, какие-то условные обязательства. Допустим, компания функционирует, но против компании есть судебный иск. И этот судебный иск, по которому компания должна будет выплатить какую-нибудь, допустим, крупную сумму, если вы предполагаете, что, скорее всего, этот судебный иск придется исполнять, то эту сумму, опять же, для аналитических целей вы можете добавить в сумму долга, чтобы посмотреть более такой консервативный вариант, что будет происходить с финансами компании. Другой аспект, на который важно смотреть, когда мы говорим о долге, это распределение между долгосрочным долгом и краткосрочным долгом. Здесь бывают какие аспекты? Допустим, у компании есть облигации, которые сами по себе долгосрочные. Например, погашение через 5 лет, через 10 лет. Но бывает так, что в эти облигации встроены пуд опционы. То есть через год, через 2 года у инвесторов появляется право по своему желанию, вне зависимости от желания компании, предъявить бумаги к погашению. Тогда эта задолженность, она может быть долгосрочной, но если этот пуд опцион наступает в ближайшие 3, 6, 9 месяцев, задолженность должна быть отражена в составе краткосрочной. И ваша задача убедиться, что она находится именно там. Наконец, бывают также ситуации, когда, например, у компании есть кредит. И по этому кредиту предусмотрены определенные финансовые условия, так называемые ковенанты. Что, например, компания должна поддерживать определенный уровень капитализации, или то, что компания должна поддерживать определенный уровень того же соотношения чистый долг и беда. Если компания нарушает, то тогда у кредитора появляется право досрочно долг потребовать. Когда вы смотрите на кредитные ковенанты, вам нужно оценить несколько вещей. Вам нужно оценить, во-первых, какие кредитные условия есть, во-вторых, насколько вероятно, что компания их в будущем нарушит. И самое важное, если компания их нарушит, будут ли кредиторы требовать у компании досрочные выплаты долга. Потому что очень часто бывает, что компания долг нарушает, но банки-кредиторы идут ей навстречу, потому что им самим намного проще, например, если у нас краткосрочно идет провал на сырье, а компания сырьевая, им намного проще продлить, реструктурировать, дать какой-то льготный период, чем сразу идти с компанией судиться, потому что в одном случае вы деньги будете видеть в следующем году, через год и так далее, а если вы пойдете в суд, то это может затянуться на очень долгий период. Также, когда мы говорим про долг, одновременно с этим важно корректировать величину процентов, которые платятся по долгу. Здесь несколько моментов. Во-первых, тот же самый лизинг, который мы объединили с долгом для того, чтобы оценить размер обязательств. Также, когда мы говорим о платежах по долгу, нам нужно добавлять платежи по лизингу. Соответственно, по финансовому лизингу платежи процентные отражаются, как и должны обычно в составе процентов. Но, если мы говорим про операционную аренду, то платежи по операционной аренде обычно идут отдельной строкой в операционных расходах. То есть, как у нас устроен стандартный отчет о прибылях и убытках? Выручка, себестоимость, валовая прибыль, операционные расходы, операционная прибыль, проценты, налоги, чистая прибыль. Соответственно, должны проценты быть в процентах, проценты по операционной аренде, а они сидят выше, они сидят на уровне операционных расходов. Соответственно, когда вы встречаетесь с таким случаем, вам нужно расходы по операционной аренде разбить на две компоненты. То, что относится к процентам, то, что относится к амортизации. Амортизацию прибавить к амортизации, проценты убрать ниже и учесть вместе с другими процентами. Также бывают случаи капитализации. Например, компания реализует какой-то крупный инвестиционный проект и для реализации этого крупного инвестиционного проекта занимает много долга. Поэтому процентные расходы сейчас у компании очень большие, но само основное средство, сам актив будет введен в эксплуатацию позже и только позже от него пойдут какие-то выгоды. Поэтому компания может что сделать? Она может не отражать эти расходы сейчас, она может сказать, что я их включу в стоимость, в размер балансового актива, который у меня потом появится, когда он будет введен в эксплуатацию. И по мере того, как он становится старше, по мере того, как происходит амортизация, я его спешу, в том числе спешу те проценты, которые мы заплатили. Опять же, для бухгалтерской отчетности это вполне может работать, но с аналитической точки зрения, если компания такие выплаченные проценты не отражает как проценты, а причисляет к сумме инвестиций, мы для аналитических критировок должны это вычленять и отражать за другими процентами. Также, в зависимости от того, в какой юрисдикции находятся компании, какую отчетность они ведут, например, если они ведут отчетность USGAP, то для целей отчета движения денежных средств проценты отражаются обязательно в составе операционного денежного потока. Если она ведет отчетность по МСФО, то компания может выбрать, это операционный денежный поток или это финансовый денежный поток. Соответственно, если вы будете сопоставлять компании, которые существуют в разных юрисдикциях, вам нужно будет привести их к общему знаменателю, в частности, перенести проценты, если они вдруг находятся в финансовом потоке, в операционный. Еще один момент, который вам придется делать практически обязательно, если вы будете работать с финансовой отчетностью, уже звучало не раз сегодня понятие EBITDA, вам придется при расчете вот этого основного показателя финансовой устойчивости, вам придется его очищать от всяких единоразовых, неденежных, неоперационных статей. Как понять, какие вам строчки брать и какие строчки не брать, можно использовать несколько подходов. Во-первых, один подход. Например, вы встретили какую-то строчку в отчете прибылях и убытках, и дальше вы думаете, когда эта строчка отражается в отчете о движении денежных средств, то это поток какой? Операционный или инвестиционный? Например, то, что касается переоценки основных средств. Это будет отражено в инвестиционном денежном потоке. Поэтому от того, что не операционное, вы очищаете. В других ситуациях можно просто использовать здравый смысл. Например, если компания не ведет, если у нее основная цель деятельности не перепродажа основных средств, то любая переоценка, выбытие, повышение стоимости основных средств, если оно отражено вдруг в составе операционных доходов или расходов, это нужно убирать. Наоборот, если, например, компания ведет операционную деятельность и у нее в силу уже отгруженных товаров появляется дебиторская задолженность, компания уже выручку отразила. Если вдруг, например, потом у покупателя ухудшилось финансовое положение, он не сможет заплатить, компания создает резерв и из-за этого дебиторская задолженность уменьшается, тогда это операционный поток, тогда действительно это пусть и не материальная, пусть это не денежная переоценка, она все равно связана с операционной деятельностью. То есть здесь очень многое зависит от того, какой конкретно характер несет эта переоценка, что за ней стоит. Опять же, тут нету какого-то единого правила, то есть никогда вы не найдете общего определения, как рассчитать EBITDA, и разные аналитики, разные рейтинговые агентства, разные компании используют разные методологии, поэтому вам нужно скорее выработать какую-то свою методологию и ее придерживаться по всем компаниям, с которыми вы будете работать, чтобы у вас данные между всеми компаниями были сопоставимы. Опять же, если вдруг кого-то заинтересует, мы с вами сейчас пробежались очень быстро только по малому числу корректировок, допустим, вы можете в гугле вбить financial statements adjustments, например, Moody's или S&P. У вас, скорее всего, в открытом доступе будут некоторые методологии, не так как это возможно, но они все еще лежат открытым доступом в том же поиске гугла. Вы их сможете найти и более детально изучить, какие корректировки в финансовую отчетность надо вносить. Также очень активно на втором уровне CFA рассматривается эта тема. Хорошо, теперь вы внесли корректировки в отчетность и вам нужно перейти, собственно, к расчету финансовых коэффициентов. Какие финансовые коэффициенты лично мне кажутся наиболее важными, когда речь заходит о такой вещи, как оценка финансовой устойчивости компании? Во-первых, это показатель свободного денежного потока. То есть, лично для меня, если попросят сказать, какая из трех форм отчетности, баланс, отчет о прибылях и убытках или отчет о движении денежных средств наиболее важна, наиболее ценна, я всегда начинаю с отчета о движении денежных средств, потому что это реальный кэш. Это то, сколько компания заработала в операционной деятельности по факту, сколько она инвестировала в приобретение основных средств. И, по сути, если у компании эта величина устойчиво отрицательная, то компании придется регулярно занимать, у нее просто не будет другого выхода, кроме как занимать. Если эта величина устойчиво положительна, то тоже возникает вопрос, за счет чего она положительна? Может быть, за счет того, что компания недоинвестирует, может быть, за счет того, что компания очень жестко отжимает поставщиков, поэтому у нее получается хорошо управлять собственным воротным капиталом. Так что здесь нужно смотреть и за тем, как он меняется, и за тем, что находится внутри, можно также соотносить его, например, с величиной долга или с величиной активов. Тоже очень похожий коэффициент – это соотношение долга и так называемого дискреционного денежного потока, а именно свободного денежного потока за вычетом дивидендов. Почему его рассчитывают? Потому что если компания регулярно генерирует положительный свободный денежный поток, то, разумеется, у акционера появляется стимул эти деньги из компании как-то извлечь, поскольку компания работает хорошо, почему бы ему, как акционеру, не получить от этого какой-то доход? Соответственно, корректируют на величину дивидендов, чтобы посмотреть, допустим, компания зарабатывает за год сколько-то за вычетом инвестиций, за вычетом дивидендов, а сколько лет при таком заработке у нее и уйдет на то, чтобы погасить весь долг. Если мы перейдем от отчета о движении денежных средств к отчету о прибылях и убытках, то здесь, разумеется, мы встретим показатель чистый долг к EBIT, а именно долг за вычетом денежных средств, поделенный на EBIT. Самый классический, самый распространенный показатель оценки кредитного качества, сколько компания заработала согласно отчету о прибылях и убытках и сколько у нее обязательств за вычетом денежных средств. Здесь очень важно понимать, что, допустим, у вас выработается какая-то своя любимая методология, как считать показатели. Но если мы, опять же, говорим о кредитных ковенантах, то есть о определенных условиях, выданных одновременно с получением кредита, то там может быть прописана своя методология. Там всегда прописано, что, например, EBIT считается определенным образом, чистый долг считается определенным образом. То есть, если, например, вы будете оценивать, насколько риск существует того, что компания пробьет ковенанты, вам нужно смотреть не на свою методологию, а на ту методологию, которая прописана в кредитных соглашениях. Также очень ценный показатель – это соотношение EBIT и процентных расходов. Условно, допустим, тело долга компания сможет рефинансировать, а хватает ли у компании операционных доходов для того, чтобы платить проценты по долгу. Если это соотношение большое, то замечательно, а если вдруг это соотношение оказывается ближе к единице, то это, скорее всего, значит, что у компании какие-то прямо серьезные проблемы, если даже на платежи по процентам у нее денег не хватает. Также очень распространенный и очень понятный показатель – это рентабельность по EBIT, соотношение EBIT и продаж. Грубо говоря, насколько устойчиво тот уровень операционной прибыли, который генерирует компания, и насколько растут операционные расходы по мере того, как она либо наращивает бизнес, либо сокращает свой бизнес. Также один очень простенький показатель – это соотношение тех денежных средств, которые есть у компании с тем краткосрочным долгом, который компании нужно погасить. Грубо говоря, насколько у компании уже сейчас есть какой-то запас денежных средств, который даже если что-то пойдет не так с бизнесом, ей уже позволит долг погасить, или вдруг компании все равно придется на долговые рынки выходить. Здесь нужно держать в голове очень важный принцип. Вот вы, допустим, аналитик по компании, неважно, акции, облигации, или вы просто работаете в каком-нибудь фонде, анализируете компанию. Вы, как аналитик, должны отвечать и должны понимать расчет абсолютно каждой цифры, которую вы публикуете в своих отчетах, которую вы используете в своих рассуждениях. Ну вот, как, например, вам, если вы сейчас возьмете терминал Bloomberg, или возьмете какую-нибудь крупную базу данных типа S&P и скажете, дайте нам значение показателя EBITDA по всем российским ритейлерам. Скорее всего, при каких-то базовых знаниях Bloomberg вы эту информацию выкачаете минут за 10. Но можете ли вы ее использовать в своих расчетах? Скорее всего, нет, просто потому что, может быть, эта цифра правильная, а может быть, неправильная. Может быть, сделаны одни корректировки, а надо делать другие корректировки. Может быть, что-то не учтено. Грубо говоря, вы, конечно, можете это делать для того, чтобы какую-то информацию получить быстрее, если у вас задача, например, за 5 минут определить, как дела у всех российских ритейлеров. Но если мы говорим о каком-то глубоком регулярном анализе, то вам все равно придется разрабатывать какие-то свои методологии, какие-то свои подходы и придется следить за каждой цифрой, которую вы используете. Опять же, если вдруг вы, аналитик по компании, и к вам придет клиент и спросит, у меня вот получилась EBITDA такая-то, а у тебя почему-то в два раза больше. Вы ему не сможете сказать, я его Bloomberg взял. Нет, ну сможете, конечно, но он вряд ли к вам потом еще раз придет с каким-то вопросом. Теперь у меня к вам предложение попробовать то же самое на небольших примерах. Пример первый. Перед вами, я сейчас выключу свет, чтобы было лучше видно. Перед вами вытяжка из финансовой отчетности компании Евраз. Консолидированная аудированная отчетность за первую половину 2018 года. Я предлагаю вам попрактиковаться, просто потому, что это, наверное, самое базовое, что может быть, это когда человек приходит на собеседование или ищет работу в аналитической стезе, и его просят рассчитать показатель EBITDA или, как в данном случае, рентабельности по EBITDA. Вот у вас есть такие цифры. Рассчитайте, пожалуйста, и скажите мне, какая у компании Евраз рентабельность по EBITDA была в первой половине 2018 года, и как она соотносится с рентабельностью по EBITDA в первой половине 2017 года. Если не помните, не знаете, как рассчитывается показатель EBITDA, опять же, можете загуглить, там расчет не такой сложный. Главное, чтобы вы попробовали и попробовали в ситуации, когда несложно, неплохо ошибиться. Я вам дам 5 минут, после этого посмотрим, что у вас получается. Если вдруг у вас возникают вопросы, то вот эта информация взята из отчета о прибылях и убытках, вот эта информация взята из отчета о движении денежных средств. То есть одно не является продолжением другого, я просто должен был отразить определенную цифру, которую вам потребуется в расчетах. У нас в принципе же нету процентов. Поддержек по проценту. Нету. А они вам нужны? Да, конечно. А в чем разница между deprecation и amortization? Какое первое слово? Deprecation. Depreciation, depletion and amortization. В зависимости от того, какая категория актива, основное средство, оборотное средство, используется либо один термин, либо другой. Ну, по сути, они значат то же самое. То есть получается разница в том, из каких источников мы берем цифры для расчета? Разница в том, что, допустим, вот это обесценение разных активов, оно все равно будет сидеть в составе операционных расходов. Но чаще всего в составе вот этих вот двух категорий. Просто в зависимости от того, опять же, какой актив, оно называется либо одним, либо другим словом. Сама сумма будет идентичная вот здесь и вот здесь. Просто, опять же, она здесь будет, она в отчетности не раскрывается, но проходит по отчету о движении денежных средств. То есть сумма будет одинаковая? Хорошо, пять минут прошли. У кого получилось, какая рентабельность по EBITDA в первой половине 2018 года? 1468. Так, 1468, это вы называете сумму EBITDA. Окей, какие еще варианты? Логично, да. Это в 2018 году, а в 2017 году? 1412. Нет, а в 2017 там будет 316, потому что 48, а в 2017. Нет, разве? Хорошо, допустим, 1400, сколько вы сказали? 48. Вы как считали? Ну, получается, чистую привык плюс амортизация и плюс налог, вот это, интертакция. Это, конечно. Смотрите, самый простой способ. Я специально убрал все, что идет ниже операционных расходов, просто потому что, в принципе, вот этой информации и информации об амортизации вам более чем достаточно для того, чтобы просчитать показатель EBITDA. Если вы идете со стороны чистой прибыли, то вам нужно, кроме налога, скорректировать еще на кучу других вещей, в частности, на те же проценты, которые внутри EBITDA сидеть не должны. А если вы идете с уровня операционной прибыли, то вы берете вот эту цифру 1731, добавляете к ней обратно амортизацию 285, которая сидит где-то вот здесь и является неденежной статьей. И плюс вы, может быть, захотите скорректировать на какие-то из вот этих строк. На какие бы из этих строк вы скорректировали? Imperment of assets. Замечательно. Какие еще? Foreign exchange gains. Foreign exchange gains, хорошо. Что-нибудь еще может быть? Может быть, нет. Как бы, например, строчка убыток от продажи основных средств? Вы бы на нее скорректировали? Это бы лимитация, поэтому она тоже может быть скорректировать. Хорошо, тоже бы скорректировали. Как делает сама компания? Сама компания берет прибыль операционную, восстанавливает величину амортизации, дальше корректирует на величину foreign exchange gains, impairment of assets, loss on disposal of PPE. Они также еще корректируют на социальные и расходы на инвестиции в социальную инфраструктуру. Но тут, опять же, это желание компании. Вы можете, если считаете нужным, на эту строчку корректировать или не корректировать. Компания делает, соответственно, 1731 плюс 285 с обратным знаком плюс 13, плюс 4, плюс 20, минус 147, поскольку этот доход сидит уже, его нужно убрать, а этот расход сидит, его нужно восстановить. И сама компания получает цифру 1906. Соответственно, поделив это на выручку 6343, получается рентабельность по EBITDA 30%. По первой половине 2017 года можно провести такие же нехитрые калькуляции. Опять же, я не знаю, допустим, сейчас вы на занятиях в МГИМО или просто доводится ли вам работать с реальной отчетностью, но я вас очень прошу, допустим, когда вы будете уже ходить на собеседование, обязательно до того, как ходить, просто скачайте с сайтов крупнейших российских компаний их отчетности и просто попрактикуйтесь, как рассчитать такие базовые вещи, как EBITDA, чтобы у вас они шли практически автоматически. Причем неважно, у вас дана полная разбивка отчета при пылях и убытках, частичная такая, как здесь. В принципе, это навык такой очень важный, очень базовый. Второй пример, который я вам предлагаю разобрать, он намного проще. Перед вами три утверждения. Первое утверждение, то, что в МСФО проценты уплаченные могут быть в отчете о движении денежных средств как в составе операционного, так и в составе финансового денежного потока. Второе утверждение, то, что после нарушения кредитных ковенант автоматически долг должен из долгосрочного переклассифицироваться в краткосрочный. И, наконец, если компания активно использует операционный лизинг, то если вы будете делать корректировки из-за ее рапортуемых финансовых отчетностей в аналитические, у нее показатель EBITDA скорее всего вырастет. Вопрос, какое утверждение правдивое или утверждение, какие ложные? Опять же, высказывайте мнение, у нас тут не экзамен, я не буду вас запоминать и Олегу Пичкову рассказывать, кто из вас неправильно ответил. Да, прошу. Ну, может быть, второе, что нарушение кредитных ковенантов автоматически идет к реклассификации долга. А ведь тут все зависит от кредитора, как вы говорили, он может пойти навстречу, если на рынке какие-то особые условия. И, возможно, там условия никак не поменяются, возможно, поменяются. Хорошо, то есть это утверждение ложное, а какое правдивое? Ну, соответственно, первое и третье правдивое. Или там тоже какие-то есть? Ну, хорошо, первое и третье правдивое, допустим. Но кто мне объяснит, например, почему третье утверждение правдивое? Как так получается, что если компания использует операционный лизинг, и мы начинаем корректировать ее отчетность в аналитическую, то ее показатель EBITDA скорее всего вырастет? Какие есть версии? Даю подсказку. Потому что, наверное, проценты будут учитываться в расходах, да? Соответственно, мы будем на эту сумму добавлять меткинка, и таким образом, наверное, EBITDA увеличится. На самом деле, абсолютно правильный ответ. Я смотрю, опять же, я люблю EBITDA рассчитывать с уровня операционной прибыли, но по сути, как я уже говорил, если компания использует операционную аренду, то тот платеж, который она платит по этой аренде, он будет сидеть где-то вот здесь. Соответственно, вы должны этот платеж разбить на две части, то, что относится к процентным платежам, и то, что относится к амортизации. И, соответственно, поскольку в EBITDA у вас не входит процентный расход, вы должны будете восстановить эту сумму, вернуть ее обратно. Таким образом, у вас показатель EBITDA вырастет. У меня просьба к вам, как к активному участнику, выйти сюда, к асцене. А, сейчас будет сумасшедшая активность. Вы, опять же, не помню, были или не были на первой лекции, но, во-первых, вы, как активный участник, получаете вот такой регбийный мячик Росбанка, который можно подкачать под ваше желание, но его можно активно использовать. А, во-вторых, перед вами пять карточек, за которыми скрываются разные призы. Вытаскивайте, какая вам больше нравится. Подписка на аналитику Росбанка. Супер. Там разные призы, там не только подписка на аналитику. Соответственно, если интересно, после лекции просто дайте свой имейл, мы ваш адрес включим в нашу аналитическую рассылку и будете ее получать. Спасибо. Благодарю. Хорошо. Мы с вами разобрались с тем, как делать какие-то базовые вещи с финансовой отчетностью. Но, разумеется, на финансовой отчетностью мир не заканчивается. Вопрос. Если, допустим, вы рассчитали все основные финансовые показатели по компании, какая еще может быть важная информация, которую вам по компании хотелось бы знать, чтобы понять, можно ли в нее инвестировать или нельзя? Что еще может быть ценного? Структура акционеров. Структура акционеров. Отлично. Вообще участвуют в каких-то судебных делах или нет? Угу. Хорошо. Судебные процессы. Репутация. Репутация. Отлично. Ну, можно вообще еще посмотреть, в принципе, рынок, растущий, структурующий. Угу. У отрасли. У отрасли. У отрасли. Отлично. Мне кажется, можно еще как историю финансовых потежей по годам просмотреть динамику и рост или падение. Угу. Судебные дела в будущем. Хорошо. Что еще? Значит, ситуация в самой компании. Может, там пришел кто-то на текущий управление. Менеджмент, акционеры. Прекрасно. Возможно, это просто относится к отчетности, к структуре капитала. Что еще раз? Структуру капитала, соотношение собственного к... Не-не, опять же, вы это поймете из отчетности. Да. Ну, можно еще посмотреть, что сама компания записывает в свои риски прогнозирующие операционные. Отлично. Вы очень много что ценного назвали, и я, опять же, не претендую, на то, что то, что на этом слайде, это какой-то исчерпывающий список, это просто какая-то ценная информация, на которую я люблю обращать внимание. Во-первых, например, когда вы рассчитали финансовые коэффициенты, вы можете найти еще кучу информации в СМИ или в рейтинговых релизах, которая вам позволит этот расчет сделать более точным. Например, вы рассчитали показатели на 31 декабря, а в СМИ прошла информация, что в феврале-марте компания взяла какой-то крупный кредит. Вы сможете на эту информацию скорректировать. Или, например, почитав в рейтинговом отчете то, что компания сделала какую-нибудь крупную сделку после отчетной даты, вы также на это сможете скорректировать. Поэтому прежде всего вам нужно следить за информацией, которая в целом есть по этой компании в любом источнике. Будь это Bloomberg, будь это ведомости, будь это релизы самой компании, или будь это рейтинговые отчеты. Также очень важный аспект, который вы упоминали, его можно собирательно назвать как качество корпоративного управления. Кто управляет компанией? Насколько собственник активно вмешивается в дела менеджмента? Насколько он давлеет? Или все независимы? Как часто руководство компании переизбирается? Насколько у них есть интересы каким-то образом манипулировать компанией или отчетностью в свою пользу? В конечном итоге за решением, которое принимает компания, стоят люди. Поэтому хорошо бы понимать, кто эти люди, кем они являются. Также очень важный момент – это история. Грубо говоря, кем являются эти менеджеры, кем является собственник, как он заработал свои деньги, какие практики, какие подходы он в этом использовал. Менеджеры, например, насколько менеджер любит реструктурировать долг. Есть такие менеджеры, которые приходят в одну компанию, реструктурируют долг, приходят в другую компанию, реструктурируют долг. Это их любимый способ повышать стоимость компании, списывая долги. Есть, например, акционеры, которые, когда ситуация хорошая, они любят очень активно выкачивать дивиденды. А есть акционеры, которые не любят выкачивать дивиденды. Тоже надо смотреть за тем, как компания себя вела, как ее руководство и владельцы вели себя, когда ситуация была хорошей, когда ситуация была плохой, когда ситуация была нейтральной. Может быть, вы увидите там какую-то ценную информацию. Также очень ценно следить за тем, какой сейчас является стратегия компании, что компания хочет достичь и насколько вообще это реалистично. И если это, например, реалистично, то как компания это сможет сделать? За счет своих денег, за счет заемных денег. Потому что, например, просто так взять и увеличить долю рынка с 10% до 20% невозможно, если вы не будете сильно инвестировать. А инвестировать вы можете либо за счет своих денег, либо заемных. Поэтому вам нужно либо больше зарабатывать, а если это нереально в таких объемах, тогда вам нужно будет больше занимать. И ваши показатели как-то изменятся. Здесь, опять же, очень рекомендую, если вас эта тема интересует, можете в том же гугле вбить Fundamentals of Credit Analysis. Есть отдельная книга большая, посвященная кредитному анализу и то, какие аспекты кредитного анализа важны. Есть отдельные вытяжки, которые из этой книги публикует тот же CFA или то же агентство S&P. Просто для себя почитайте. Очень интересный принцип. Для меня это что-то аналогично вопросу. Вы встретили какого-то человека на улице, который попросил у вас денег. Что вы о нем захотите узнать? Скорее всего, очень многое. Вот так же и о компании, в которую вы инвестируете в облигации, то есть, по сути, вы даете денег. Вы, скорее всего, о ней захотите узнать очень многое. Из аспектов, которые характеризуют компанию и не связаны с ее отчетностью, я хотел бы подробнее остановиться на двух моментах. Во-первых, это на рейтинговых действиях и на кредитных рейтингах. В целом, в литературе, в академической, особенно в западной, рейтинг считается вообще вершиной, что называется, кредитного качества. То есть, когда вы будете читать, допустим, эту книгу о Fundamentals of Credit Analysis, вы, скорее всего, большую часть времени будете читать про то, как в итоге по оценке компании получается кредитный рейтинг, как может рейтинг быть повышен, понижен, как из-за этого меняется стоимость фондирования. Но важно понимать, что рейтинговые аналитики, они очень классные ребята и у них очень сильные методологии, но они тоже функционируют в рамках публичной информации. Они тоже работают с той же отчетностью, допустим, Евраза, которая сейчас была перед вами. Иногда компания в ответ на запросы дает им больше информации, и этим рейтинговые релизы могут быть цены. Но так это та же самая публичная отчетность, которую они просто считают не под собственное понимание EBITDA, а под какое-то формализованное понимание, что такое EBITDA. И еще важно понимать, что у рейтинговых релизов, у рейтинговых действий может быть разная подоплека, поскольку рейтинговые агентства, они тоже не существуют в каком-то оторванном от реальности поле. И здесь, допустим, для России в последние годы важность кредитных рейтингов была не так велика. Почему? Потому что вот есть наш Минфин, у которого были с большим трудом завоеванные в 2000-х три рейтинга инвестиционной категории, что показывает, что Россия финансово очень хорошо стабильна. Наступает 2014 год. По объективным причинам много вещей негативных для России случаются одновременно. Цены на нефть падают, резервы падают, бюджет уходит в дефицит. Понятно, рейтинговые оценки нужно снижать. Поэтому одно из агентств, оно в октябре 2014 года режет Россию с BAA1 до BAA2, потом в январе с BAA2 до BAA3, но дальше идет очень большой вопрос, потому что порезать, например, с BAA3 до BAA1, это означает, что была инвестиционная категория, а становится так называемая спекулятивная категория. И сразу это вообще другой пласт инвесторов, другой пласт отношения к компании, к эмитенту, к стране. И, соответственно, в январе было действие предыдущее понижение, в феврале они делают новое и режут с BAA3 до BAA1, соответственно, Россия становится страной со спекулятивным рейтингом. В этом плане меня взлят сразу несколько вещей и то, что в принципе Россия даже в 2014 году, даже в 2015 году с точки зрения любых суверенных метрик была более устойчивым, чем большинство европейских стран, у которых инвестиционные рейтинги. А во-вторых, в том, что само агентство, оно, допустим, в январе пишет, мы в дальнейших действиях будем смотреть на то, как у России будут меняться резервы, как будет происходить подстройка экономики к кризису, как будут эволюционировать цены на нефть. Пишут о каких-то долгосрочных факторах, проходит месяц и режут еще раз. Практически все, кто занимаются аналитикой, разделяют мнение о том, что конкретно то решение было мотивировано политически, но опять же, мотивировано оно политически или нет, мы не знаем, но по факту понижен рейтинг суверена, после этого автоматически понижают рейтинг корпоратов, и все российские корпораты, даже если у них прекрасное финансовое положение, они становятся имитентами со спекулятивным рейтингом. Поэтому очень часто, если вы сопоставите, например, то, как торговались облигации российских компаний и облигации международных компаний с более высоким рейтингом, вы можете увидеть, что наши компании торговались ниже подоходности, то есть они считались более финансово устойчивыми, чем компании с более высоким рейтингом, просто потому, что на рейтинг мало кто смотрел. Можно вопрос? Конечно. А может это вот как-то быть связано, что это специальная была компания, направленная против России и всех ее компаний, чтобы со стороны Америки и прочих государств, чтобы добиться тех целей, которые им были нужны на политической рейтинге. То есть, например, вот в восьмом году, когда был кризис, многие рейтинговые агентства, они порой присваивали хорошие рейтинги низкокачественным акциям, облигациям, и из этого произошел блокно-второй финансовый бюджет. И получился такой сильный кризис, потому что не могло это повториться перед 14 лет, и чтобы это сильно правильно быть в России? Я думаю, опять же, что каждое агентство действовало в рамках методологии, но какой-то политический аспект там точно был. И опять же, там есть очень интересное расхождение, что два агентства, они Россию понизили до спекулятивной категории, одно встало жестко, сказало, что нет, Россия по всем метрикам страна инвестиционная, мы этот рейтинг сохраняем. Прошло какое-то время, политика чуть-чуть стала сходить на нет, и рейтинги обратно в инвестиционные категории сейчас в России возвращаются, так что, скорее всего, там какой-то аспект политический точно был. Опять же, я говорю, важно держать, что рейтинговые агентства, они не живут в вакууме, они тоже живут в реальном поле, и на них оказывают воздействие самые разные факторы. Второй аспект, о котором я хотел сказать тоже вдали от отчетности, это отношение с акционерами, и в частности на то, как свойственно или не свойственно акционеру компанию поддерживать. Здесь очень базовый принцип, если у компании просто есть крупный какой-то акционер, это совершенно не значит, что компания будет получать от этого акционера поддержку, когда что-то пойдет не так. Почему? Потому что любой кредитный анализ распадается на две части. Это способность платить и желание платить. Это две совершенно разные вещи. И, например, даже если у акционера может быть способность заплатить или помочь компании, он может этого не захотеть делать. Почему? Может быть потому, что если компания упадет, или если какая-то конкретная компания не рассчитается по обязательствам, для акционера это не будет большой урон для его бизнеса, для репутации. Может быть потому, что если у компании что-то плохо, а акционер привык из этой компании извлекать много дивидендов, то значит у самого акционера финансовое положение становится хуже. Поэтому ему придется как-то ужаться, что называется, и в том числе компанию он поддержать не сможет. Здесь очень интересный пример, с которым я столкнулся, когда только начинала работа в 2008 году, это финансовая лизинговая компания ФЛК. Это компания, которая в 2007-2008 году выпустила два небольших выпуска еврооблигаций, общим объемом 250 миллионов долларов. Она контролировалась государственной структурой ОАК. И когда она размещала облигации, было так называемое гарантийное письмо со стороны топ-менеджеров ОАК, со стороны министерства транспорта, о том, что мы будем оказывать компании финансовую поддержку, чтобы она могла рассчитаться по своим обязательствам. Дальше случился кризис 2008 года, и руководство и владельцы сказали, что компания занималась неправомерным отмыванием денег, из компании выводили средства, завелись несколько уголовных дел, и когда пришли кредиторы, сказали, что вы же обещали, вот есть гарантийные письма, в ответ сказали, ну вы понимаете, мы не можем отвечать за действия прошлого нехорошего менеджмента, поэтому мы поддерживать не будем. И соответственно в 2011 году уже были запущены процедуры банкротства, и в итоге компания обанкротилась. Здесь опять же вопрос не в том, там не знаю, ОАК или ФЛК правильно поступили, неправильно поступили. Я уверен, что у них было какие-то причины, чтобы так действовать. Здесь важно, чтобы вы понимали, что если просто кто-то что-то обещал, это не обязательно, что когда потребуется, он это сделает. Важно, чтобы за последствия того, что человек, например, пообещал компанию поддержать, но не поддержал, для него были значительны. Окей, значит мы с вами пообщались по поводу отчетности, мы с вами пообщались по поводу некоторых, опять же, вещей, которые важны, кроме финансовой отчетности. Теперь у меня к вам предложение поучаствовать, почувствовать себя инвесторами. Для этого мне нужны два добровольца. Так, ну допустим вы в... Да, да, да. Ну давайте вот из того края, чтобы в белом, выходите сюда. Аплодисменты участникам. Вы можете здесь встать, потому что я вам буду кое-что сейчас показывать на экране. Представьтесь, может быть, вы, как вас зовут, с какого курса? Антон. Дмитрий, Антон, четвертый курс? Первый. Первый. Супер. Я сейчас вам буду давать парочку примеров. Вы являетесь управляющими фонда, который инвестирует в еврооблигации развивающихся стран. Соответственно, вы инвестируете в компании по всему миру. И в частности, к вам попала в поле зрения компания из Колумбии, которая называется Pacific Rubialis. Сейчас на дворе ноябрь 2013 года, и вы отвечаете за то, что этот выпуск облигаций будет куплен или не будет куплен. Базовая информация о компании, о ее финансовых показателях представлена на слайде. Компания – крупнейший добытчик нефти и газа в Колумбии. У них есть несколько месторождений также в других странах Латинской Америки. Она зарегистрирована на канадской фондовой бирже, то есть она отличается каким-то уровнем финансовой прозрачности. Ее владельцы размыты, то есть нету какого-то контролирующего владельца, но большая часть принадлежит менеджменту, который компанию основал в 2007 году. Сами облигации гасятся через 5 лет, платят ставку купона 375 годовых. У компании достаточно неплохие кредитные рейтинги, то есть у нее рейтинги не инвестиционной категории, но самой высшей ступени спекулятивной категории WB+. Активы больше 8 миллиардов долларов, показатель EBITDA около 2 миллиардов долларов, рентабельность по EBITDA очень высокая, 56%. Соотношение чистого долга к EBITDA небольшое, меньше одного, покрытие процентов в 16 прекрасное, то есть у компании очень мало процентных платежей, более того, в основном долг является долгосрочным. Стали ли бы вы, опять же, если мы предположим для упрощения, что другие компании с рейтингом WB+, предлагают какую-то сопоставимую доходность, сопоставимую ставку купона? А мы знаем, как потом после 2013 года развивалась ситуация, или вы должны это учитывать? Ну, допустим, вы находитесь в ноябре 2013 года, вы же в будущее не видите. Вот что вы сделаете в ноябре 2013 года, вы бы стали это покупать? Она все 5 лет предполагается. Опять же, вы можете купить, продать, вы не обязаны и держать до погашения. Ну, я бы положил небольшой процент этих облигаций в портфель, но он был бы очень незначительным, скорее просто для того, чтобы риск как-то распределить. Хорошо. Но опять же, не забывайте, что тогда ФРСная ставка была нулевой, и только в 2014 году начался ее рост до 2%. Но это не суборды. Это не суборды, это старшие. Старшие и не обеспеченные облигации. Тогда да, наверное, все-таки так. Сколько? 100 долларов нет. Отлично. Отлично. Вы инвестировали в еврооблигации этой компании. Дальше вы прекрасно знаете, что цены на нефть упали. Она занимается добычей нефти и газа. Поэтому ее финансовые показатели начали ухудшаться. Был соотношение чистой долги и беда 0,9 стало выше 3,5. Покрытие процентов было выше 16 раз, стало ниже 4 раз. И цена на ее еврооблигации упала. Теперь цена около 62% от номинала. Вы находитесь в мае 2015 года. Опять же, игнорируем все то, что вы могли купить, продать посередине. Ну, допустим, вы сидели, у вас очень там разводненный портфель, 500 бумаг, вы за всеми не уследите. И вот в мае 2015 года вы вспомнили. У меня есть бумага, она стоит 62. Что вы будете делать? У вас есть опции. Вы можете держать дальше, можете докупить еще, можете продать. Ну, я просто держу. Хорошо. Дмитрий? Ну, по идее, до технического дефолта еще большой запас. И если сна упала, ну, предположим, у меня в портфеле лежал там 0,2%, 0,1%, 0,01%. Ну, какая-то такая очень небольшая сумма. Я бы еще, на самом деле, бы докупил такое же количество или, может быть, даже в два раза больше, чем в портфеле. Окей, агрессивно. Что происходит после этого? Поскольку у компании ухудшаются долговые коэффициенты, это одновременно давит на котировки ее акции, и компания становится интересной целью для покупки. В мае 2015 года крупный мексиканский альянс Альфа и Харбор делают предложение о выкупе компании с прибылью к текущей рыночной цене акций. Компании более крупные, более надежные, поэтому цена облигаций с 62% взмывает до 90%. Вы находитесь в июне 2015 года. Что вы сделаете? Но цена еще не пошла. Цена уже, вот, цена уже 90%. Цена на нефть все еще болтается. Ну, так как я докупал по цене ниже больше количества, то я продам часть акций, чтобы оказаться в нуле. То есть у меня они еще останутся. Все, я как бы с текущей точки не в минусе, не в плюсе. То есть вы часть позиции закрыли, часть оставили. Окей, Антон. Тогда было где-то 50-60. Она уже начала восстанавливаться. Ну, тогда, наверное, половину бы продали. Половину бы продали. Окей. Хорошо. Выясняется, что у этой компании есть группа акционеров, которая представляет интересы венесуэльских бизнесменов. И она говорит, что предложение плохое, предложение нечестное, потому что компания стоит на самом деле намного больше. И вообще менеджмент заинтересован принять предложение, потому что у них будет собственный кэш-аут в случае удачной сделки. И они говорят, мы будем сделку блокировать. И проходит два месяца напряженных переговоров, и Альянс Альфа и Харбор отзывает свое предложение. Цена облигаций падает с 90 до 70. У вас чуть-чуть еще осталось. Что делаете? До конца. До конца продаете? Нет, держу. А, держите, держите, окей. Дмитрий? Сейчас я думаю. Так, ну теперь получается по тому, что осталось, 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 ну, так скажем, в процентах где-то 70 от того, что я докупал, и это находится в минусе. Вокруг компании, конечно, стандал, но сейчас подумаем. Хотя тогда же как раз начинается весь ужас в Венесуэле. Все, что связано с венесуэльцами, тогда же сверхтоксично становится. Нет, я все-таки полностью... Хорошо. Поменяли свое мнение, так? Сейчас, я думаю пока. Но если я, конечно, продам, то включу на 70% от докупа, а докуп был на 60%? Да-да-да, на 62%. Да, то есть, в принципе, я потеряю всего лишь 10% размер стоимости на 70% докупа. Как бы не так много, с одной стороны, с учетом тех скандалов, вот, но сейчас я подумаю, через секунду. Опять же, у вас будет возможность продать и через какое-то время, то есть... Нет, я пока подержу. Пока подержите? Подержу. Отлично. Что происходит дальше? У компании, опять же, финансовое положение ухудшилось, но не критично. У компании много долга, но долг в основном долгосрочный. И цена на нефть ведет себя волатильно, но начинает потихоньку восстанавливаться. Но, тем не менее, несмотря на это, где-то в конце 15-го, начале 16-го года компания говорит о том, что она не способна исполнять свои обязательства. То, что она начинает процедуру защиты в рамках банкротства, облигации на этом валятся. Потом еще есть куча сумасшедших движений на том, что ее то одни купят, то другие купят, менеджмент ее выкупит, или этот вот венесуэльский бизнесмен ее выкупят. В конечном итоге она делает конвертацию в акции по цене около 20% от номинала. Понятное дело, что вы могли выйти в любой момент между тем, как цена была 70% и цена стала 20%, но, предпрочеки равных, конец этой истории не очень веселый. Хорошо, но у вас есть еще альтернатива. Когда вы находитесь в лете 2015 года, в июне 2015 года, вам показывают облигации другой компании. Компания «Виданта» — это крупный индийский холдинг, который намного более диверсифицирован, чем «Пацифик Рубиалис». «Виданта» занимается добычей нефтегаза, цинка, медиа, алюминия, представлена во многих странах мира. Компания намного крупнее, то есть у «Рубиалиса» активы были 8 миллиардов долларов, у «Виданта» 37. Показатель EBITDA больше 4 миллиардов долларов, рентабельность по EBITDA меньше, но тоже хорошая, 32%. Но у этой компании больше долга, 3,9 раз чистые долги EBITDA. Покрытие процентов не очень высокое, немножко пугающее, 1,8. Но зато эти облигации короткие, всего 3,5 года, рейтинги терпимые, double B. И доходность 6,6%, она для этой срочности выше на полпроцентных пункта, чем другие сопоставимые double B облигации. Вы находитесь, опять же, в июне 2015 года, вы не знаете, что будет дальше. Вы бы такую облигацию купили… Опасненько. Есть опция «ничего не делать», опять же. Владелец 70% это бизнесмен, то есть остальное на бирже. Крупный индийский бизнесмен, не связанный с государством. Доходность 6,6%. Да, 6,6. На 3,5 года, то есть короткая бумага 3,5 года, а доходность в долларах 6,6. Что скажете, Антон? Хорошо, допустим, да. Допустим, да, отлично. Соответственно, Дмитрий воздержался, Антон чуть-чуть купил. Окей. Что происходит дальше? Дальше, в конце 2015 года, начинаются очень серьезные опасения на мировых финансовых рынках, в том, что с китайской экономикой все будет плохо, это убивает в пол цены на сырье. Падает все. Падает алюминий, падает медь, падает цинк, падает все, чем занимается эта компания. Одновременно некоторые крупные брокерские дома публикуют отчеты, говоря, что у компании очень много долга. Если вы просто представите, у нее получается EBITDA 4 миллиарда, а долга получается 16 миллиардов долларов. Компания не сможет выплатить свои обязательства по долгам, и цена ее облигаций падает со 100% до примерно 50%. Соответственно, у вас есть выбор. Если вы не покупали, вы можете купить сейчас. Если вы держали, вы можете продать, ничего не делать или докупить еще. Это у нас апрель 2016 года. А это январь 2016 года. Ну я бы купил. Так, вы бы докупили. Трамп президент, он в ноябре. А, да. Тогда не выкупили. Ну, а я бы зашел тоже очень осторожно, на какую-то маленькую сумму тоже положил бы. Но актив рискованный. Актив рискованный. Хорошо. Что происходит дальше? Дальше, во-первых, цены на сырье начинают потихоньку восстанавливаться. Во-вторых, сама компания проделывает очень большую домашнюю работу. Она сокращает капитальные расходы. Она откачивает дивиденды с одной дочки на уровень холдинга. Делает сделку слияния поглощения с другой своей дочкой, высвобождая кэш, который на уровне этой дочки до сих пор был забит. Она очень активно общается с инвесторами. Поэтому после того, как облигации упали на 50, они достаточно быстро восстанавливаются. И уже в середине года торгуются по 80, а потом возвращаются к 100 и прекрасно себя до сих пор чувствуют. Прежде всего, я хотел поблагодарить еще раз участников. Вы оба получаете наши два регбиных мячика и возможность вытащить какой-то приз, который не только подписка на аналитику. Мне самый правый. Самый правый, окей. День в Росбанке. День в Росбанке, супер. У меня карьерное интервью. Карьерное интервью. Прекрасно. Соответственно, с вами мы встретимся и пообщаемся по поводу ваших карьерных интересов, приоритетов, что нравится, что не нравится. Может быть, что стоит в резюме писать, что не стоит писать. И как-то я вас попытаюсь ориентировать по вашей дальнейшей карьере. И, соответственно, с вами мы встретимся еще, как минимум, когда я приглашу вас в Росбанк, встретиться с руководством инвестблока, с руководством различных департаментов инвестблока. Чтобы вы могли посмотреть, кто они, как люди, задать им какие-то вопросы, посмотреть, как это все вживую выглядит, а не просто на бумаге. Да, хорошо, спасибо. Теотоксичные, я бы не купил. Это был трудный выбор, поэтому... Спасибо. Что этот пример мог вам продемонстрировать? Мы с вами посмотрели на две компании, и у одной из этих компаний, которая колумбийская, первоначально финансовое положение было лучше по практически любой метрике, которую вы посчитаете, чем у индийской компании. Но в итоге колумбийская компания сказала, что она долг обслуживать не может. Индийская компания по своему долгу заплатила. Почему это произошло? Потому что мы с вами при помощи отчетности можем проследить так называемую способность платить, но намного более важной вещью часто является желание компании платить. И, опять же, если у компании, например, ухудшилось финансовое положение, но есть желание платить, то решений может быть много. Вы можете перекредитоваться, вы можете попросить о каком-то льготном периоде, вы можете сократить расходы, вы можете попросить акционера помочь, вы можете деньги с дочек забрать, вы можете договориться о какой-то льготной реструктуризации. А если у вас желания платить нет, то любую плохую ситуацию вы можете использовать как способ сказать, все, конец света, мы списываем долг и до свидания. К большому сожалению, нету какого-то жесткого правила, которое вас научит, как желание платить можно просчитать. Есть какие-то вещи, которые по моему опыту могут помочь и как-то дополнить ту картину, которая у вас сформировалась по отчетности. Например, качество той отчетности, с которой вы работаете. А именно, вот допустим, вы смотрите на отчетность за 2017 год или за 2016 год, а как часто эта отчетность пересматривалась? Может быть, компания в апреле выпустила одну отчетность, в июне сказала, что отчетность была неправильной, мы ее переклассифицируем, в сентябре сказала, что еще раз мы что-то неправильно отразили. Насколько раз в отчетности появляются какие-то сюрпризы? Может быть, компания сказала, что мы в один год отразили одним способом, прошло полгода или год, она говорит, вы знаете, там было все неправильно, на самом деле все вот так. Не очень хороший знак. Насколько показатели отчетности у компании соотносятся с индустрией? Может ли такое быть, что, например, у всей индустрии падают доходы, растет долг, падает рентабельность, и выходит компания во всем белом, говорит, у меня все хорошо. Я не чувствую кризиса, у меня доходы растут, у меня прибыль растет. Это может быть так и есть, но за этим должно быть какое-то логическое объяснение. Если логического объяснения нет, возможно, что-то с отчетностью не так. Глубина раскрытия информации. Насколько самый болезненный аспект для многих компаний – это структура акционеров и те сделки, которые компания делает с акционерами. Соответственно, насколько детально компания пишет про структуру акционеров, насколько она прозрачна, насколько с акционерами происходят какие-то понятные сделки или непонятные сделки. Опять же, насколько активно компанию используют как способ извлечь из нее деньги. Другие интересы собственников и менеджеров. Очень простой критерий. Опять же, любой менеджер, любой собственник будет поддерживать компанию не просто потому, что он хочет поддержать все компании, а если будут какие-то прямые убытки, какие-то прямые последствия от того, что, например, какую-то конкретную компанию он не поддержит. Как, например, если у собственника несколько бизнесов и он даст упасть одному, скорее всего, кредиторы будут более жестко подходить к оценке всех других его бизнесов. И еще один очень интересный критерий. В финансовой отчетности, когда, например, компания выпускает облигации, в разделе связанных сторон будет информация о том, сколько из этого выпуска облигаций держат ее менеджеры. То есть вы, например, видите, что компания выпустила выпуск облигаций, а треть этого выпуска держат лично менеджеры. Это означает, что если компания сейчас совершит дефолт по своим облигациям, то менеджеры лично потеряют большую часть своего благосостояния. Это как-то сокращает автоматически риски того, что менеджеры захотят сами себя бить по карману, нежели искать какой-то альтернативный способ. История действий менеджеров и собственников. Опять же, были ли они замечены в каких-то сомнительных действиях в прошлом? Были ли они замечены в попытках как-то отжимать кредиторов, реструктурировать долг, особенно в ситуациях, когда этого не требовалось? Если вы посмотрите историю, то часто это серийное. То есть если человек любит реструктурировать долг, то он будет реструктурировать долг всегда. Насколько компания в какой-то кризисной ситуации адекватно себя ведет? Опять же, допустим, у компании падают акции в два раза, у компании цена облигации уходит со 100% до 40%, компания этим обеспокоена. Она активно общается с инвесторами, она выходит на связь, она пытается сделать какой-то реалистичный и крупный план, как ситуацию исправить. Или компания говорит, нет, все нормально, сейчас нефть обратно вырастет к 120 и все будет прекрасно. Соответственно, в зависимости от этого у вас может быть какой-то сигнал, компания вообще, она понимает, что происходит или не понимает. Ну и наконец, по мере того, как вы будете работать, у вас будет вырабатываться просто аналитическое чутье, вы будете ходить на встречи с самыми разными компаниями, вы будете просто смотреть на человека и думать, вот я хочу ему доверить свои деньги или деньги компании или нет, очень часто этого оказывается достаточно, чтобы сделать тот или иной выбор. Как вы уже поняли, тот объем информации, который вам нужно держать в голове, когда вы анализируете компанию или пытаетесь понять, вы хотите инвестировать в эту компанию или нет, в облигации, он огромен. И здесь очень часто имеют дело какие-то детали, которые даже с первого взгляда могут быть непонятны. Вот допустим, вы анализируете компанию, что важно знать, в чем вы должны быть экспертом, если вы занимаетесь аналитикой, если вы говорите, я покрываю компанию определенного сектора. Вы должны знать, что происходит с отчетностью, вы должны знать, что происходит с менеджментом, кто эти люди, откуда пришли, что у них в голове. Вы должны знать, что было с компанией в прошлом, как это менялось с ходом времени, как компания себя вела в плохие ситуации, в хорошие ситуации. Что происходит в отрасли, насколько компания выбивается из отрасли, или насколько процессы, происходящие в отрасли, на компанию повлияют. Вы должны генерировать какие-то идеи, потому что, опять же, вот тот тест, через который проходили Дмитрий и Антон, он очень показательный, потому что очень многие фонды, общаясь с аналитиком, они хотят, чтобы аналитик им давал рекомендацию, купить или продать. Уже второй вопрос, почему, но, грубо говоря, многие клиенты считают, что аналитик без рекомендации – это плохой аналитик. То есть вам нужно всегда говорить или иметь возможность объяснить, почему вы считаете, что актив хороший или плохой. Наконец, когда вы пишете по компании, вам нужно стараться, общаясь с клиентом, говорить что-то новое, потому что, если, например, у вас есть крупный инвестор, который вкладывает в облигации Pacific Rubialis или Vedante, у него есть отчеты рейтинговых агентств, у него есть презентации компании, у него есть на 500 страниц меморандумы, в которых самая детальная информация о компании изложена, у него есть возможность пообщаться с менеджером. Если вы придете к такому клиенту с компиляцией какой-то информации с сайта компании, с какими-то базовыми финансовыми коэффициентами, он это все уже видел. Его интересует что-то глубже, что-то интереснее, что-то, может быть, связанное, опять же, с персоной менеджмента, может быть, что-то связанное с акционерами, может быть, что-то связанное с теми активами, которые генерируют компании. Здесь очень есть много деталей, и, опять же, никогда не поймете, какие из этих деталей являются важны. Для того, чтобы подкрепить это и немножко расслабиться в завершении лекции, я вам предлагаю посмотреть короткий видеоролик. Все смотрели фильм «Начало» Нолановский? Нет? Окей, тогда я не буду спойлерить сильно, но вся суть фильма «Начало» в том, что там можно быть наяву, а можно быть во сне. И один как раз из главных героев Ди Каприо очень специализируется на том, что помещает какие-то мысли людям во снах. И вот у них процесс допроса очередного клиента, у которого нужно что-то выведать, и этого клиента они находят на его квартире. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Может быть, также, если вы будете думать про детали, вы в своей собственной жизни заметите какие-то детали и захотите что-то исправить. В общем, у меня на этом все. Большое спасибо вам за активное участие. Большое спасибо тем, кто пришел второй раз. 15 мая у нас третья лекция в МГУ. Если получится, насколько я помню, более позднее время, то обязательно приходите. Так, ноября, ноября, 15 ноября. Соответственно, здесь детали и того, где вы можете найти все лекции. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно подходите, задавайте. Как минимум, те, кто получили ригбийные мячики, обязательно дайте мне ваши контакты, чтобы я мог с вами связаться. А так, большое вам всем спасибо.